Привет! Меня зовут Саша и сегодня я действительно временно закрываю цикл своих лекций о всяком бреде. Зачем я это делаю? И почему сегодня именно вещдиссидентство? Мы идем по степени усложнения. Я рассказывала про гомеопатию. Человек, который принимает гомеопатию, по сути, вредит только себе, хотя он даже не может теоретически навредить. А человек, который отказывается от вакцинации, подрывает коллективный иммунитет, и это мы с вами тоже обсуждали. А человек, который игнорирует приемлемые наукой факты о том, что ВИЧ существует, СПИД существует, и они напрямую взаимосвязаны, вредит себе, окружающим, и это ведет к реальным последствиям и реальным смертям. Кто такой ВИЧ-диссидент и что такое ВИЧ-диссидентство? ВИЧ-диссидентство нормально, официально называется движение по отрицанию ВИЧ-СПИДа. Это люди, которые считают, что вирус иммунодефицита человека существует, но он не вызывает СПИД. Или этого вируса не существует. Это все заговор фаркомпаний, врачей, ученых, жидомасонов, кого хотите. Эти люди утверждают, что СПИД не является следствием ВИЧ, а является следствием плохого образа жизни, радиации, антибиотиков или даже антиретровирусной терапии, которую кормят людей, которых обнаружили ВИЧ. Проще говоря, если вы видите что-то в интернете, похожее на это, вот скорее всего это ВИЧ-диссидент. Для тех, кто не видит. Господи, пусть сгорят в аду те мрази, которые пытались назначить антиретровирусную терапию мне и моему неродившемуся ангелочку. Интересно, почему он не родился? Господи, покарай тех, кто придумал страшную мистификацию 20 века под названием ВИЧ. ВИЧ, скорее всего это ВИЧ-диссидент. Немного о истории, куда же без нее. ВИЧ пришел к нам где-то в начале 20 века, действительно от обезьян. Но вот эти все байки про секс с обезьянами, это неправда. На самом деле, скорее всего он передался человеку при разделке обезьянного мяса, охотника. То есть он был уже в начале 20 века в Африке. Но в 1981 году американские семейные врачи столкнулись с таким странным явлением, как саркома Капоши у молодых гомосексуалистов. Почему это странно? Такое заболевание, как саркома Капоши, это опухоль, которая развивается только у пожилых людей с нормальным иммунитетом. То есть и все случаи этой саркомы, они были описаны только-только у людей пенсионного возраста. И тут вдруг приходит косяк молодых людей, практикующих гомосексуальные отношения, с вот такими штуками. И это было очень странно. Также у некоторой группы молодых людей таких была так называемая пневмоцистная пневмония. Это оппортунистическое заболевание. Что такое оппортунистическое заболевание? Все мы окружены микробами. На нас их миллионы, внутри нас их несколько килограмм. Но они не вызывают у нас заболеваний, потому что мы с ними соседствуем. И наши иммунные системы достаточно для того, чтобы как-то отвечать им адекватно на их раздражители. При ВИЧ-инфекции, при СПИДе иммунитет патент до такой степени, что даже те микробы, которые живут с нами всю нашу жизнь, они достаточно обретают силу, чтобы нас как-то загнобить. И вот пневмоцисты, они с нами, у всех нас есть во рту. Мы с ними ежедневно контактируем, но чтобы ими заболеть, это нужно реально иметь очень сниженный иммунитет. И вот эти вот две странные вещи очень озадачили ученых и врачей. И они начали исследовать данное явление, и это очень странно. И они выделили такие закономерности, так называемые 4G, на английском 4H. Это гомосексуализм, геофилия, героин и гаити. Вот эти вот штуки обнаруживались у людей, преимущественно практикующих гомосексуальные связи, либо болеющих гемофилией, либо употребляющих внутренних героин, либо выходцев или отдыхающих на острове Гаити. И вот поэтому 4G. Проблема в том, что вот это мнение, оно уже давно старое. И если вы знаете кого-то, кто болен ВИЧ-инфекцией или СПИДом, вот это не работает. И вешать клеймо на человека, у которого СПИД или ВИЧ-инфекция, что он там гомосексуал, гемофилия, употребляющий героин, живущий на Гаити, это полный бред. И хорошим доказательством этого является поступок вот этого человека. 1 декабря 2015 года Павел Альбертович Лобков в прямом эфире телеканала «Дочь» заявил, что он является ВИЧ-инфицированным уже 12 лет. 12 лет он притимает антиретровирусную терапию. Он работает, он живет половой жизнью, у него все хорошо. Это пример смелого поступка, которые должны происходить. И пример того, что дискриминировать по такому праву людей с ВИЧ-инфекцией мы не имеем права. Ок, люди работали дальше. Я сейчас объясню, почему такая странная картинка. В 1983 году трое ученых из двух стран, Франсуазо Борре и Люк Монтане из Франции и Роберт Галло из США, независимо друг от друга, выделили вирус СПИДа, то есть причину именно вот этих оппортунистических вещей. Когда я готовила этот слайд, у меня было точно такие же три фотографии, просто без подписи, это все три фотографии из Википедии. Но потом я наткнулась на эту прекрасную картинку и решила заменить. Смотрите, врагов нужно знать в лицо. Именно эти люди стояли у истока мистификации 20 века СПИД. Цель данной мистификации – депопуляция населения, планеты и деньги. Мне очень нравится вот эта приписка. Возле Роберта Галло, то есть еще и какие-то там, вот это важно, он еврей, это вот надо красными буквами написать. Цимес данной ситуации состоит в том, что в 2008 году французы получили Нобелевскую премию за открытие вируса СПИДа, а Роберту Галло ее не дали. И Люк Монтане в своей Нобелевской речи, он так вот яро наговорил, ну как же так, мы же независимы друг от друга, ну почему, но премией не поделился. Вот, а одним из аргументов ВИЧ-диссидентов является то, что вирус ВИЧ, вот они так в спорах в интернете говорят, а ты видел, ты видел вирус ВИЧ? Ну как-то так, на самом деле нет, вот, и даже нет, вот так он выглядит. И знаете, к чему вот этот весь цирк? Скажите, есть ли в зале люди, которые сомневаются в существовании вируса гриппа? Или в том, что грипп существует? И какая к черту разница, как выглядит это страшное заболевание? Как будто это действительно важно. Также одним из аргументов в пользу того, что ВИЧ вызывает СПИД, является его полное соответствие так называемым постулатом Коха. Что это такое? Это первый постулат. Эпидемиологические ассоциации. У людей, которые болеют СПИДом, и у людей, у которых есть симптомы ВИЧ-инфекции, выделяется вирус ВИЧ, вирус иммунодефицита человека. Изоляция. Возбудителем можно выделить и изолировать. Это можно сделать. И передающийся патогенез. Это значит, что если мы выделили возбудителя, если кто-то ним заразился, это будет течь по одинаковой схеме. И примером этого третьего постулата является очень грустный случай про лабораторию, которая работала с одним из самых опасных штаммов ВИЧ-1. И они случайно его проконтактировали, с ним освободили, и позаражались несколько людей реально ВИЧ-ом. Классный пример, грустный, но хороший. Также одним из аргументов ВИЧ-диссидентов является то, что теста иммуноферментного анализа для устанавливания диагноза ВИЧ недостаточно. Это правда. И поэтому он не делается один. Во-первых, ИФА делается несколько раз. Во-вторых, даже все три раза или два, минимум нужно два положительные, проводится все равно иммуноблотинг или ПЦР-реакция. ПЦР-реакция — это выделение ДНК или РНК-вируса. Глупость сказала. РНК, конечно, это РНК-вирус. И также есть экспресс-методы в районе 100-200 гривен, похожие на тест на беременность. Можете сами купить, себе дома сделать. Без проблем. На самом деле, чтобы поставить диагноз ВИЧ-инфицированного, ВИЧ-положительного человека, нужно много обследоваться, а не просто сделать один раз инфа и все. Вот. Окей, мы подползаем ближе к данному явлению. И я для себя выделила несколько причин, а почему люди, собственно, отрицают то, что вроде как отрицать не нужно. Действительно, никому не приходит в голову отрицать существование вируса гриппа или полиомиелита, или краснухи. Но почему-то вокруг СПИДа очень много всяких терок. И вот первые две причины, как по мне, это биологически, а вторые две психологически. Давайте с ними разберемся. Вот эта аббревиатура, она означает высокоактивная антиретровирусная терапия. Это принятая общемировая аббревиатура, которая обозначает комплекс препаратов для лечения ВИЧ. Суть в том, чтобы снизить количество вируса в крови человека. Чем меньше вирусная нагрузка, так называемая, тем больше иммунная система поддерживает свой высокий уровень, тем дольше. То есть вот Лобков, он 12 лет, он нормально, он не болеет, у него нет симптомов никаких, у него там минимальная какая-то вирусная нагрузка. Но спекуляции ВИЧ-диссидента вокруг препарата Азидавудин, он же АЗТ препарат, вот Даллский клуб покупателей, кто смотрел, они часто утверждают, что происходит какая-то ситуация. Приходит человек, сдаёт кровь, там, ИФА, ему говорят ВИЧ+, проводят обследование, отправляют в СПИД-центр. Там он говорит, да, вы ВИЧ-положительный, вам нужно принимать вот эти препараты. И они говорят, что чем дольше человек принимает антиретровирусную терапию, тем сильнее у него нарастают симптомы ВИЧ-инфекции, и в конце концов развивается СПИД. То есть СПИД является причиной не того, что этот вирус разрушает иммунную систему, а именно приёма препаратов. Скорее всего, эта спекуляция связана именно с препаратом Зидавудином, потому что это был самый первый препарат, которым пытались лечить ВИЧ. Он в 1987 году появился и имел массу побочных эффектов, хотя действительно достоверно снижал уровень вирусной нагрузки у пациентов. Он сейчас практически не применяется, сейчас есть очень много классных суперских препаратов, которые в фиксированных дозах, там тысячи схем, они каждый год пересматриваются, потому что это важная проблема. И у них практически нет побочных эффектов. Я не могу утверждать, что их нет, но они по сравнению с Зидавудином намного меньше, но почему-то об этом ВИЧ-инсиденты часто забывают. Также есть такая вообще кайфовая вещь, это резистентность к ВИЧ-инфекции. Это просто перфетто. Значит, есть определенное количество людей, здесь на карте вот чем синее, тем меньше их, именно поэтому такая распространенность ВИЧ в Африке и в Азии, потому что у них низкая резистентность. Есть группа людей, у которых есть мутация в гене CCR5. Этот ген кодирует белочек на Т-лимфоците, а Т-лимфоцит это именно та клетка, которую атакует вирус иммунодефицита. И если у них есть эта мутация, на этой клетке чуть-чуть изменен белок, и ВИЧ не может уже присоединиться к Т-лимфоциту. Таким образом, сколько бы такой человек не контактировал с вирусом иммунодефицита человека, он никогда не заболеет. Это реально есть. И процент в Украине людей с такой мутацией, он приблизительно равен 10-12%. То есть с большой вероятностью сейчас в зале сидит, может даже несколько людей, которые полностью резистентны к ВИЧ-инфекции. И это можно узнать, можно сделать, протестировать себя. Также мутация может быть гомозиготной и гетерозиготной. При гетерозиготной мутации резистентность к ВИЧ не полная, но она значительно снижена. И именно поэтому ВИЧ-инфекция у людей протекает по-разному. Некоторые через 1-2 года уже появляются первые симптомы, а некоторые 15-17 лет ходят, в них вообще нет никаких симптомов, никаких жалоб, абсолютно ничего, они не болеют. Это тоже связано именно с этой мутацией и вводит в заблуждение о том, что ВИЧ протекает по-разному, значит, это не ВИЧ. Теперь перейдем к психологическим причинам. Как мне кажется, происходит вот что. Вот представьте себе, я обладаю просто очень богатым воображением, и я моментально ставлю себя на место другого человека. Вы беременная женщина, например. Вы приходите в женскую консультацию, а для того, чтобы встать на учет женскую консультацию, нужно обязательно протестироваться на ВИЧ. Вы делаете ИФА, и вам пишет ВИЧ положительный результат. Ваш доктор звонит вам домой и говорит, вам нужно к инфекционисту. Инфекционист делает вам еще несколько раз и говорит, да, действительно, ВИЧ+, вам нужно поехать в спидцентр. Вы ждете ребенка, вы паникуете, вы знаете о том, что ВИЧ-инфекция страшная, неизлечимая болезнь, ведущая к спиду, и вообще какой-то капец, боже, что же мне делать, и как же мне ребенка-то родить. Вы едете в спидцентр, вам-то проводят ПЦР или иммуноблотинг, и говорят, да, действительно, вы ВИЧ-инфицированы, вам нужно лечиться. И женщина полностью опустошенная приезжает домой и начинает гуглить. Первое, что делает человек. И на шестой ссылке в Гугле по запросу ВИЧ является группа ВИЧ-отрицателей. И смотрите, она читает пять ссылок. Она читает Википедию, она читает там еще какие-то специализированные сайты, Юнисефовские, например. И там как бы, ну там все плохо, да, не лечится, там все вообще печально. А на шестой ссылке ей говорят, а ВИЧа-то нет, и спида нет. И вообще это все мистификация и обман, чтобы бабла заработать, срубить на нас несчастных и не популяризировать население. И она, находясь в фазе отрицания, все знают про эти пять фаз принятия каких-то решений или знания, она, ей нравится эта мысль, потому что она ей нужна в данный момент. И вот ты сидишь и такой, ё-моё, блин, я так хочу в это поверить, мне это необходимо. И это вот тупо психологический момент, из которого людей надо вытаскивать. Потому что они попадают в эту ловушку, и проблема заключается не в том, что человек просто перестает лечиться. Человек рассказывает всем, что это мистификация, он отговаривает лечение от других. И самое отвратительное, что есть достаточно большое количество примеров беременных женщин ВИЧ-положительных, которые родили ВИЧ-положительных детей, хотя этого можно избежать. Антиретровирусная терапия сейчас на таком уровне находится, что ВИЧ-положительная женщина может родить здорового ВИЧ-негативного ребёнка. Есть пути передачи, есть вот это вот всё, это реально можно сделать. И они просто своего ещё не родившегося ребёнка обрекают на вот это вот ужасное существование. Я не буду вам пересказывать истории из форумов, которые потом неистово вытираются. Я провела многочасовые периоды в борьбе с ВИЧ-диссидентами в интернете. Поверьте мне, от этого просто хочется плакать, когда эти неродившиеся дети или родившиеся, умершие в течение нескольких лет, просто потому что это можно было избежать. И второй психологической причиной я считаю ВИЧ-деменцию. Что это такое? На последних стадиях ВИЧ-инфекции, то есть СПИД, разрушается нервная система головного мозга в том числе. Человек, кто подеградирует, он перестаёт воспринимать адекватно, что вокруг него происходит, он теряет к себе критику, умственные способности, и он просто не способен как-то адекватно себя воспринять в этой ситуации. И, конечно, ему легче принять то, что ВИЧ не существует, ВИЧ не вызывает СПИД. И хорошим примером ВИЧ-деменции я считаю вот такую вещь. У этих мудаков есть классификация. То есть, ну, по-моему, это просто жесть. Это как бы забавно, но я когда увидела, я просто, у меня тряслись руки от злобы. То есть это тупо секта. Просто больше нечего сказать. Это фриковая антинаучная секта. Всё, вот ВИЧ-деменция, по-моему. Плохо это. Знаете, почему? Конечно, вы знаете, почему это плохо. Потому что от ВИЧ-инфекции не умирают на данном этапе, если её лечить. И когда я думаю о том, что сколько людей умерло, сколько людей заразилось, понимаете, эти люди, они покупают справки о том, что они ВИЧ-негативные. Они ходят, водят своих детей в детские садики вместе с вашими детьми. Они ходят в школы, в университет. Они ходят в бассейн. Они занимаются с вами сексом, не говоря о том, что они ВИЧ-положительные. И, кажется, самым ужасным примером неграмотности и научного фричества является вот этот человек. Это бывший президент Южно-Африканской республики. Южно-Африканская республика достаточно благополучная страна в плане финансов и в плане ВИЧ-инфекции распространения. Она тоже была достаточно хороша, в отличие от своих соседей по континенту. И вот в 2000 году этот человек приходит на пост президента и попадает под влияние ВИЧ-диссидентов. И он за 5 лет своего правления, в 2005 году он, кажется, ушел под давлением народным в отставку. Он сворачивает абсолютно все грантовые программы. Он прекращает финансирование исследований по ВИЧ. Он банально перестает раздавать бесплатные презервативы, и объясняет это тем, что это белые хотят уменьшить количество черного населения. И после того, как он уходит, ситуация с ЮАР выглядит как-то так. То есть чем краснее, тем выше нагрузка по ВИЧ-инфекции. И по приблизительным подсчетам, вот этому человеку вменяется смерть 330 тысяч ВИЧ-инфицированных. Из одного мудака у власти, подпавшего под плохое влияние. 330 тысяч человек. Подумайте об этом. Это вот то, где этого могло не быть вообще. Вот самое отвратительное. Также вот это тоже уже... Дядечка провел передачу, называется «Гордон Кихот», который рассказал о том, что ВИЧ не существует. И это привело в России от массовых отказов от лечения. И уже есть некоторые люди, которые лечились, лечились, после этой передачи умерли, и умерли. Нечего больше об этом сказать. Просто выступают по телевизору. Люди смотрят телек. Но не все так плохо, но плохо. Пока что эту борьбу мы проигрываем. Почему? Потому что она ведется в телеке, и она ведется в интернете. Она не ведется вот здесь. И есть такая группа, есть у них сайт, называется «ВИЧ не миф». То есть это анти-антиспид. И проблема в том, что вот у них в группе ВКонтакте 1000 человек, а у группы ВИЧ-диссидентов 4000. Ну вот просто банально, в 4 раза больше. Но они там активно пропагандируют, читают лекции. Но пока что эта борьба реально проигрывается. И как бы это очень грустно. Но я не хотела заканчивать на этой печальной ноте. Мне пришлось из-за этой статьи переделывать в последний момент презентацию. Короче, чуваки из Германии в понедельник, 22 февраля, выпустили в Nature статью. И это просто разрыв мозгов. Я обожаю науку. Короче, им удалось вывести ВИЧ из организма человека. Собственно, потому что ВИЧ не выводится из организма существующими препаратами, его нельзя было вылечить. То есть антиретровирусная терапия, она не излечивает. Она просто снижает вирусную нагрузку, соответственно, снижает симптомы, повышает уровень иммунитета, и как бы все нормально. Но это все равно хронически, каждый день человек пьет таблетки на всю жизнь. А чуваки добились того, что вирус СПИДа можно полностью элиминировать из крови. И как бы вот все, его нет. И это как бы ставит проблему излечения СПИДа. Вот до нее уже рукой можно практически дотянуться. То есть это уже какое-то ближайшее будущее. Это так круто, это вот лично мне так выносят мозги. Просто класс, я не знаю. А вот эти чудаки, ВИЧ-диссиденты, они доказывают, что этого всего не надо. И что? И мне кажется, вот такие штуки, они приводят нас к ситуации из мультика Гриффины. Если кто-то смотрел, там есть серия, где они попали в будущее. Квагмайер, выходя из дома своей любовницы очередной, у него пиликает какой-то там, не знаю, прибор в кармане, он втаскивает и говорит, опять заразился СПИДом. Надо принять колдрекс антиспид. И вот это вот оно, вот оно уже здесь. И это реально то, что наше будущее. И вот эти козлы все портят. Я, кажется, уже закончила. И я желаю вам традиционно здоровья, вдохновения и здравомыслия. И, пожалуйста, никогда не ведитесь на такие вещи. Это неправда. Вопросы? Давайте дама. Скажите, по поводу препаратов, сколько она приблизительно стоит вошли год? Честно, я не знаю, потому что государство обеспечивает ими бесплатно. Да, конечно. Еще, еще. Да, вы. Я просто хотела подведить, что вот Южная Африканская Республика, один президент решил, что ВИЧа нет и отменил всю терапию. И суть в том, что в другой Африканской стране один из президентов решил, что ГМО очень вредно. Из-за этого огромное количество продуктов уничтожилось. И, ну, из-за тысячи людей просто умерли от голода. Да, идиоты. Я же говорю. Фрики. Надо обороться. Еще. Да, да. А можно, пожалуйста, попросить вкратце характеризовать содержание публикации последней, о которой вы говорили? Значит, чуваки изобрели препарат. Ой, я даже не помню, честно, у него какое-то там кодовое название. Суть в том, что это, это типа такая, типа вакцина, которая именно, почему так получилось? До последнего момента, буквально в 2015 году только узнали именно точный механизм проникновения вируса в ядро. И на основании этих публикаций они придумали штуку, которая репарировала ДНК и вытаскивала его просто. То есть он выходил, а он не может размножаться помимо Т-лимфоцитов и еще некоторых количеств клеток. То есть если вот, допустим, вот как происходит, собственно, у людей с имитацией в CCR5. Вирус попадает в кровь. То есть он не то, что там, но он не может присоединиться в крови, он просто выходит и погибает. Вот то же самое, с какого плана делали они. А это было на стадии лабораторных исследований? Ин витро, да. Пока что да, но да, да. То есть можно говорить о том, что, в принципе, этот пункт может загнуться точно так же, как и десятки остальных? Может. Но просто проблема в том, что десятки остальных перед этим вирус не элиминировали. А вот это вот первый раз они сделали такое в Германии. И вот это именно кайф? Он полностью элиминирован из организма. Да, да, вот именно он выходил. Что-что? Название статьи, кажется, было немножко другое. Да, ну можно... Там было про изоляцию, то есть где-то точная линия ин витро, а в организме там не снова не было. Вот. Но они как бы утверждают в теле статьи, что они выводили, ну как бы элиминировали ин витро вирус. Да, из теллимфоцитов. Нет. Да, у нас время, кажется. Ребята, у нас просто время, если у вас остались вопросы к Саше, то... Всегда рад. Перерыве. Спасибо.